Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я беру интерьеру Людмилы Колоковой. Все мы её знаем как специалиста в области МЛМ молодёжь. И сегодня я хочу ей задать вопрос, который волнует многих людей. Это связано с личностным развитием. То есть многие люди по-разному понимают это. И вот хотелось бы узнать у Людмилы, как это можно объяснить более доходчиво для большинства нашей аудитории. Всем доброго времени суток. Не знаю, во сколько вы меня смотрите. Эдуард, хотелось бы конкретизировать вопрос, с вашего позволения. Что вы подразумеваете под личностным развитием? Что вы от меня хотите услышать? Потому что это такая большая тема, которую можно говорить очень долго. Вы знаете, у меня язык подвешен хорошо. Да. Хотелось бы конкретно узнать, что значит идти к успеху и что нужно для этого делать. Ага. То есть какие шаги в своём развитии, правильно? Что человек может использовать для того, чтобы именно культик успеха? Ну, первый шаг, который лично... Я буду говорить исключительно из своего личного опыта, то, что делаю я сама. Первый шаг – это, естественно, вера в себя и в свой успех. Потому что без веры, собственно, никуда не денешься. Если ты не веришь, никакой личностный рост, никакие тренинги, школы, семинары, книги и помощь наставника тебе не поможет. То есть, конечно же, первое – это вера. Вера в себя, в своё лучшее будущее, что я именно тот человек, который создан для успеха. Я тот человек, который достоин всего самого лучшего в этой жизни. Второе – это оптимизм. Обязательно оптимизм. Потому что вера и оптимизм – это рядом два понятия, без которых невозможно верить. Хотя нет, некоторые люди, наверное, в негатив-то и верят. Знаете, как говорят, на чёрный день копят деньги, а некоторые копят на чёрное море. То есть вот отличие. И позитивный настрой подразумевает собой не замечание каких-то негативных сторон, не тупое радование всему, что есть вокруг. Оптимизм – это когда человек в сложной ситуации, казалось бы, безвыходной ситуации, всё равно находит лазейку, находит какой-то выход, и всё равно на пролом идёт вперёд. И третий момент – я верю в свой успех, я верю в себя обязательно, я верю в светлое будущее, я радуюсь этой жизни, я принимаю от неё все богатства, все дары. И третий момент – это, естественно, действие. Потому что без активных действий, без реализации своих проектов, своих мечтаний, ничего невозможно. И этот самый третий пункт, он, как правило, тормозит и, соответственно, не даёт людям сдвинуться с этой, не будем её называть мёртвой точки, но с той точки, которая всё блокирует. Которая без действий, всё остальное бессмысленно. Можно верить, можно радоваться, можно позитивно мыслить, но ничего меняться в жизни не будет. Никакого роста, раз уж мы говорили про личностный рост, про движение к успеху, сам вопросом будет разрывать ответ. То есть это движение. А движение должны инициировать мы сами. Если мы его не инициируем, нас можно, конечно, пинком сдвинуть вперёд. Ну, раз нас сдвинут, два нас сдвинут. А потом она нас просто забьёт и скажет, слушай, ну ты только вот такой вот этот, как станок какой-то, тебя двигаешь, ты едешь, как машина. Сколько можно двигать? Всё, пора уже с ума. Спасибо большое, Людмила, за этот ответ. Пожалуйста. Я надеюсь, наши читатели будут очень довольны ответом и примут все инструкции, которые дала Людмила, к действию. Друзья мои, я вам всем желаю не просто мечтать, не просто читать книги какие-то, общаться с умными, успешными людьми. Я вам желаю, так же, как Эдуард, который является одним из лучших участников моей мастер-группы номер два, и следовать, помимо слов, следовать своими делами, своим примером, своими делами, каждодневными делами, порой даже сложными, порой даже практически нереальными, но идти и делать. И не случайно одна из уникальностей предложения Эдуарда на сегодняшний день – это человек действия. И я очень горжусь активностью Эдуарда, непоколебимостью и настойчивостью, которую он демонстрирует. Просто на протяжении всех трех месяцев он демонстрировал в мастер-группе. Сейчас мастер-группа у нас закончилась. Эдуард продолжает своими настойчивыми действиями, своей уверенностью и решительностью идти дальше вперед. Я вам всем рекомендую брать пример с Эдуарда именно вот эти вот качества мог брать и использовать в твоей жизни. Спасибо большое, Людмила. Спасибо всем вам. Спасибо, Эдуард. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok